Продолжим выпуск. Интенсивная терапия в неонатологии. Мастер-класс на такую тему прошел в детском стационаре Актюбинского медицинского центра. Среди спикеров известный профессор, доктор медицинских наук Тамара Чувакова и врач-анестезиолог-реаниматолог из России. В течение нескольких дней актюбинские врачи будут повышать свою квалификацию. Анастасия Евсеева расскажет подробнее. Для актюбинских специалистов появилась уникальная возможность пройти обучение, не выезжая в Нур-Султаны за пределы Казахстана. У профессионала высокого класса, основателя неонатологии в Казахстане Тамары Чуваковой. По словам профессора, на сегодня в Казахстане 52% детей, родившихся с весом до 1 килограмма, выживают. Начиная с 2008 года наша страна перешла на международные критерии живорождения и мертворождения, когда плод, рожденный при сроке 22 недели, представляете, он 16 недель не прошел внутриутробного периода, считается жизнеспособным. И он регистрируется у нас, и мы проводим ему героические меры, чтобы выходить этого ребенка. То есть 22 недели и более. Среди приглашенных гостей врач из Москвы Денис Никифоров. В течение нескольких дней он проведет лекции, поделится опытом с коллегами. В том числе проведет мастер-класс по новому оборудованию оксида азота для лечения легочной гипертензии для детей. На мастер-классе будет показан сам аппарат, способ его настройки, монтажа подключения. Будет лекция по показаниям и оценке эффективности терапии оксида азота, альтернативные методы лечения легочной гипертензии. Ну и также обозначены те сложности, которые могут возникать в процессе работы. Еженедельно в детской больнице хирурги проводят около 100 операций. По словам врачей, благодаря новому оборудованию можно будет избежать осложнений. Это такая приставка к аппарату, которая помогает деткам получать эффект, скажем так, на игле, когда начинаешь лечение, и мы сразу же видим эффект. То есть избежать тех осложнений, основного заболевания, зачастую связанных с поруками развития легких у детей. Мастер-классы продлятся в течение трех дней. По их окончанию слушателям будут выданы сертификаты. Субтитры создавал DimaTorzok